На несколько дней учебно-тренировочная база управления Росгвардии Паризанской области стала настоящей площадкой для проведения первого учебного методического сбора с заместителями начальников территории органов Центрального округа Росгвардии, начальниками центров лицензионно-разрешительной работы. Здесь читали лекции, рассказывали о нововведениях, а также сотрудники делились опытом. Считаю, что такие сборы нужно повторять неоднократно, хотя бы пару раз в год. Они очень полезны в плане обмена опыта между, скажем так, руководителями данного направления и, скажем так, практической деятельности очень помогают. Начальников и заместителей еще раз ознакомили с оружием, которое может иметь обычный гражданин. Далее у нас идут уже карабины с нарезным стволом. Они предназначены как для занятий спортом, так и для охоты. Граждане уже не все могут получить указанное оружие, приобрести, потому что законодательственно на него налагается ограничение. Чтобы приобрести указанное оружие, сначала любому гражданину нужно владеть, например, вот этим вот оружием не менее пяти лет. Третий день учебно-методического сбора стал самым насыщенным на события. Здесь провели показательные занятия с участием подразделений специального назначения Управления Росгвардии Паризанской области, групп задержания, вневедомственной охраны и частных охранных предприятий по задержанию преступников. Фонари включили, патрон-патронник. Панет, циркулярный. Пять, четыре, три, два, один, сеть! Штурм дома продолжался чуть больше минуты. Четкие точные действия, постраховка товарищей, работу профессионалов увидели все присутствующие. По завершению обязательный доклад. Сима для Марса. У меня два террориста уничтожены. Помещение под контролем. Учебно-методический сбор посетил и командующий Центральным округом войск Национальной гвардии России. Завершилось мероприятие принятием зачетов на знания правил дорожного движения и выполнением нормативов по огневой подготовке. По итогам служебной деятельности за 2018 год лучшим руководителем подразделений лицензионно-разрешительной работы Центрального округа Росгвардии были вручены благодарственные письма и кубки. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».